Подробнее о военном раскладе в Европе и мире наш паритобозреватель Евгений Рожков. Американские чёрные ястребы высаживают десант на польский полигон Жагань. Цель захватить плацдарм. С воздуха их поддерживают истребители F-16 бельгийских ВВС. Подкрепляет атаку германские боксёры и леопарды. Так коллективные силы НАТО отрабатывают операцию под громким названием «Благородный прыжок». В чью сторону репетируют прыгать и не скрывают учения у самых границ с Россией. А Польша уже давно просила усилить свой военный контингент. Мы готовы к приёму новой военной техники и оборудования и ждём только разрешения Вашингтона. И вот дождались. США объявили, что размещают дополнительное вооружение сразу на нескольких европейских базах НАТО. В Польше, Румынии, возможно, в Болгарии и Венгрии и в прибалтийских странах. Речь примерно о тысяче единиц тяжёлой бронетехники. Это танки М1 «Абрамс», боевые машины пехоты «Брэдли» и то и другое Америка использовала в операции «Буря в пустыне» в Ираке, а также самоходные гаубицы «Паладин». Ещё одна анонсированная программа – переброска новейших истребителей пятого поколения. F-22 – это тяжёлый истребитель пятого поколения ВВС США в Европе. Пусть никого не вводит в заблуждение слово «истребитель». Это многофункциональная боевая авиационная платформа, которая позволяет решать любые задачи, включая атаки и наземных, и морских целей. Зачем США такое серьёзное усиление, Пентагон не объясняет. А НАТО оправдывает опасностью. Причём в этом смысле равняет Россию и ИГИЛ. Вот это вот давление, оно по многому призвано ещё продемонстрировать Европе, что Европа нуждается в Америке, что американцы крутые, сильные, так, что они не оставят их там в беде. Реальная-то беда там, или придуманная, понимаете. Ну и кому-то в Европе это нравится. Но всё это окончательно ломает установившийся баланс сил в Европе. Мы оказываемся в такой ситуации, что нам тоже придётся выдвигать на передовые рубежи наши ракеты. Ну, прежде всего, конечно, нам речь идёт об «Искандере». Придётся её выдвигать и в Калининградскую область, хотя они там, в принципе, есть, но в неядерном оснащении. Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» вдоль границы – это не просто ответ, это реальный щит. Высокая скорость полёта ракет и точность попадания делают их фактически неуязвимыми. Если понадобится, без труда обезвредят любую тяжёлую технику, авиацию и даже вражеские системы ПРО. А ведь именно они, оборонные системы ИДЖИС, должны были стать тайным, наступательным козырем американцев. Разместив, скажем, ИДЖИС, вы в наземном варианте системы ИДЖИС, вы приобретаете информационно-коммуникационную управляющую структуру и для потом размещения крылатых ракет. То есть Штаты и здесь пытаются обеспечить себе превосходство, а сами обвиняют в милитаризме Россию в лучших традициях холодной войны. Они просто занимаются шантажом и обманом общественного мнения, своего собственного народа, для того, чтобы оправдать свои планы, чтобы мы никак не могли обороняться. Такого не будет. Как заявили в Минобороны, в ответ на движение американской техники, в первую очередь будет усилена вся приграничная группировка российских войск. По приказу переведены в боевое дежурство стратегические Ярсы и Тополи-М. Как показала практика последних внезапных учений, это совсем недолго. Да и сбивать крылатые ракеты у нас прекрасно получается. Цель шла на малой высоте крылатая ракета, 300 метров. По предельным параметрам захватили и уничтожили. Ну а следующий шаг будет асимметричным. Не идти на поводу и не вступать в гонку вооружений, а вводить принципиально новые образцы. Это боевой железнодорожный ракетный комплекс с межконтинентальными твердотопленными баллистическими ракетами. И вторая работа – это создание новой тяжелой жидкостной баллистической ракеты, которая сможет атаковать противника как через Северный полюс, так и через Южный полюс, то есть буквально с обратной стороны Земли. Все эти факты позволяют нам уверенно говорить о том, что в ближайшей исторической перспективе у Вашингтона не получится девальвация наших ядерных возможностей. То есть Россия собирается отвечать без истерик. Сдерживающий горячие головы ядерный паритет должен быть сохранен. А на любые учения НАТО Россия ответит своими учениями. До конца года их запланировано не меньше ста. Евгений Рожков, Марина Наумова, Александр Стифоров и Сергей Лысков. Вести недели.